Путь каждого актера к славе особенный. Одни без устали проходят кастинги, другие попадают в кино по счастливой случайности, третий пользуются известной фамилией. Мы решили вспомнить, с чего начинали любимые российские актеры. Российские актеры и их дебютные роли. Дмитрий Харатьян. На съемках своего дебютного фильма «Розыгрыш» Дмитрий оказался случайно, по совету знакомой. Однако после исполнения главной роли ученика девятого класса Игоря Грушко, режиссер картины посоветовал мальчику всерьез задуматься о творческой профессии. И вообще, нет самой главной. Дарья Мороз. На экране Дарья появилась совсем малышкой, оказавшись украденным ребенком. Правда не девочкой, а мальчиком Герой. В фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный». В школьные годы девочка продолжала сниматься в кино, пропуская учебу и вызывая шутливые вопросы учителей, когда же она получит Оскар. Мальчик, девочка? Мальчик. Как зовут нашего мальчика? Вера. Иван Ургант. Путь знаменитого юмориста на экраны был не таким уж легким и смешным. Учась в Академии театрального искусства, Иван подрабатывал в ночных клубах, был официантом, исполнителем песен, затем попал на радио и вел ТВ-программу «Петербургский курьер». Первую роль в кино получил 18 лет, сыграв в драме «Жестокое время» вместе с Ларисой Гузеевой. Ну вот так вот все глупо получилось. Кристина Арбакайте. На главную роль в фильме «Чучело» режиссер Ролан Быков выбрал девочку среди 17 тысяч детей. Ей стала Кристина Арбакайте, 11-летняя дочь Аллы Пугачевой. Кстати, ради роли Кристине пришлось обрезать длинные косы. Ее героиня в знак протеста появляется перед одноклассниками стриженной под мальчика. На следующий день? И решил начать новую жизнь. Егор Дружинин. Строгий наставник шоу танцы на ТНТ пошел по стопам своего отца, хореографа Владислава Дружинина, и большую часть жизни посвятил танцам. Однако в детстве он успел сняться в кино в роли фантазера Пети Васечкина. В ленте «Приключения Петрова и Васечкина» обыкновенные и невероятные. А также продолжение истории про каникулы, ребят. За стол? Получи школу. За кровать? Получи пять. Оксана Акиньшина. Актриса дебютировала в фильме Сергея Бодрова-младшего «Сестры» в 2001 году. На тот момент Оксане было 13 лет. После съемок девочка бросила школу, выбрав карьеру, а аттестат получила лишь в 2008 году. Леш, ты такое делал, мне, в общем, деньги нужны. Никита Михалков. Знаменитый режиссер и актер сам когда-то начинал с эпизодических ролей. Например, в 1959 году он появился в ленте «Солнце светит всем», а через два года в «Туче над Борском». Первая большая роль Михалкова «Школьник Вадик» в ленте «Приключения Кроша». Ух ты, не врешь, Игорь. Лариса Гузеева. Слава к первой свахе страны пришла после ее первой роли в фильме «Жестокий романс». Как вспоминает сама актриса, на пробы она заявилась в коротких джинсах и с разноцветными ногтями. Словом, ничего общего с героиней Ларисой Агудаловой у нее не было. А сыграть драму и страдания ей во многом помог партнер Никита Михалков. Спасибо, Сергей Сергеевич. Артур Смолянинов. Свою первую роль Артур получил в 14 лет, сыграв парня, оказавшегося в колонии. В картине «Кто, если не мы». Оказывается, в детстве актер и правда был трудным подростком, постоянно менял школу и даже состоял на учете в милиции. Вот это барабель. Настоящая жизнь. Михаил Ефремов. В 1977 году состоялась премьера трехсерийной драмы «Дни хирурга Мишкина». Главную роль врача Евгения Мишкина сыграл Олег Ефремов, а его киношного сына Сашу исполнил настоящий сын Михаил Ефремов, впервые снявшись в кино. А ты не мучапу. Он моя собака. Владимир Машков. Фильм «Зеленый огонь козы» показывает один день из жизни парня Никиты, день его рождения. На эту роль Машкова буквально привел младший сын Владимира Высоцкого, и она стала для актера дебютной и судьбоносной. Какое счастье. Анастасия Заворотнюк. Свой первый шаг к популярности Анастасия сделала, сыграв в 1991 году главную роль в одноименной экранизации романа Набокова «Машенька». Известным широкой аудитории фильм не стал, но зато дал шанс пробиться юной актрисе. Знаешь, у меня такое предчувствие, что мы никогда не увидимся больше. Светлана Ходченкова. После дебютной роли Веры в фильме «Благословите женщину» на Ходченкову стали буквально сыпаться предложения. Но актрисе часто приходилось отказываться от ролей, так как режиссеры нередко видели в ней народных героиней деревенских девушек, что не нравилось юной Светлане. После дебютной роли Ходченкова похудела до модельных параметров, и заставить ее снова набрать вес может только очень желанная роль. Ты давай не хитри, пиши! Лия Хиджакова. Дебютом актрисы называют роль в фильме «Ищу человека», которая была отмечена призами международных кинофестивалей. Однако в кино Лия появилась несколько раньше, в образе мальчишки Петрушки, в картине Виктора Рыжкова «Возвращение». Проспал, все проспал. Надежда Михалкова. Дочь Никиты Михалкова в возрасте 6 лет появилась в картине отца «Утомленные солнцем» в роли ребенка Комдива Котова. Я, например, ничего не слышу. Максим Аверин. В своем первом фильме «Любовь зла» Максим сыграл комичного Корабельникова, готового на любые безрассудства ради любимой девушки. Кстати, в начале карьеры Аверин снимался не только в кино, но и в рекламе. Сборим, кто больше откусит, ставлю свою шляпу! Вера Глаголева. Свою первую роль Глаголева получила случайно. Гуляя по Мосфильму, она приглянулась одному из членов съемочной группы фильма «На край света». В 1974-м Вера сыграла главную роль трогательной Симы в этой ленте. Есть у тебя какие-нибудь деньги? Или все в чемодане лежали? Знай обо всем. Знания за плечами не носить. Хотите увидеть себя в следующих наших роликах, как этот парень? Тогда записывайте свое видео с фразой «Смотри канал «Знай обо всем» и «Знай обо всем». И присылайте на почту «Знай обо всем» собака.gmail.com Креатив приветствуется! И ты будешь знать обо всем! Ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok